Добрый день, уважаемые телезрители. АТО 24 продолжает информировать своих телезрителей о том, что происходит в стране. Итак, количество погибших в ходе инцидента на кыргызско-таджикской границе достигло 33 человек. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова. По ее словам, на 12 часов количество пострадавших составляет 163 человека. 49 пострадавших были переведены из Баткена и получают лечение в стационарах Бишкека. Сегодня президент Садыр Джапаров навестил пострадавших из Баткенской области, получающих лечение в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. И сегодня у нас в гостях директор этого центра, академик, доктор медицинских наук, профессор Сабырбек Артизбекович Джумабеков. Здравствуйте, мы приветствуем вас в Алату-24. Итак, мы продолжаем выражать сегодня соболезнования семьям, чьи родственники были убиты во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Вам слово. Ну, во-первых, прежде чем начать, я тоже приношу глубочайшие соболезнования погибшим родным, близким. Жаль, что у нас умерли в основном молодые люди, это молодые граждане нашей страны. Но, конечно, война это очень плохие вещи, потому что там люди убивают друг друга, ранят друг друга. И как-никак, это врачи, мы это все хорошо знаем. Они все ранены, все проходят через нас, поэтому где-либо не было таких конфликтов и у нас в стране внутри, и наши границы. Очень многие ранены, как всегда, везут в наш центр. На этот раз к нам первые ночи, вот 29 на 30 утра, да, в 4 утра к нам были доставлены 14 человек пострадавших. Из них было, значит, 10 было то военнослужащие, четверо были то граждане были. И вчера днем 3 часа были доставлены еще 20 человек пострадавших. Всего у нас сегодня лежат 34 человека, из них один вчера вечером выписан был, ну, такой легким повреждением. Из этих 33, у двоих имеются тяжелые ранения, они лежат у нас в реанимационном отделении, остальные пациенты лежат у нас по отделениям. Имеется повреждение грудной клетки, живота органов, внутренних органов, таза, позвоночника, конечностей, суставов. То есть, получили они абсолютно все, стопроцентно получили огнестрельные ранения в виде пули автомата или меня взрывные устройства, да, меня мят, меня мят. И все больные получили абсолютно бесплатное лечение. Государство и Минздрав полностью обеспечивают лекарствами. Состояние всех больных сейчас остается удовлетворительным. И мы потихонечку, даже поэтапно будем этих пациентов еще будем оперировать, удалять поле, заживать раны. И я думаю, мы этих всех пациентов поставим на ноги. Скажите, пожалуйста, почему постоянная статистика погибших и пострадавших увеличивается? Это говорит о том, что, в общем-то, военные действия не прекращаются? Ну, я думаю, да. Потому что вот сколько раз наши пытаются вызвать на мирное, можно сказать, соглашение, переговоры, решать вопрос дипломатическим путем, тем не менее, все равно мне, допустим, я не политик, я не военный, я как-то не понимаю, но все равно люди там, или люди, или военные, но все равно все они люди, с той же стороны, они стреляют наших граждан, убивают, грабят, сжигают. Ну, то есть в этом плане все равно не останавливается. Это очень печально, это очень плохо, но я все равно, как гражданин нашей страны, и как медик, который видит столько этих ранений, да, вот таких конфликтах, военных конфликтах, это очень плохо, это военный конфликт, война, это хорошему не приведет, потому что мы знаем, что недавно была война между Арменией, на городом Карабахе, на Азербайджане, за какие-то 40 дней там погибло более 10 тысяч человек обоих сторон, да, более 20 тысяч человек получили ранения, просто пострадали мирные жители, пострадали военные, вот, поэтому если мы сейчас будем вести себя как агрессоры, как наша таджикистская сторона, это приведет к очень печальным, можно сказать, исходам этой войны, будет умирать очень многие люди. Мы знаем по истории, что буквально недавно, в 97-м году, у них была гражданская война, да, в Таджикистане, они между собой, можно сказать, убили более 200 тысяч человек, представляете, какая статистика, более 200 тысяч, они убивали друг друга, не каких-то, допустим, других стран, да, людей других стран, да, именно своих людей они убивали, они воевали между собой, резали своих. В этом плане я вот, как врач, я вижу, как психолог, можно сказать, что с ними воевать нам не стоит, потому что, да, мы должны защищать свою границу, да, мы должны поставить военный заслон, военную технику наших военных людей на границу, что мы не должны пускать сюда, но как они вести себя как агрессоры, как оккупанты, мы не должны, мы должны, наш путь, это путь дипломатия, путь диалога, вот таким образом мы должны остановить войны. Ну, никогда мы друг друга не считали врагами, никогда не чувствовали такой огромной агрессии и опасности со стороны этого государства, и, в общем-то, наши президенты и ранее встречались, вели переговоры на различных площадках, да, в разных странах, в разных городах, и то, что сейчас произошло, вот буквально президент сказал в своей речи, что некоторые силы спровоцировали беспорядки на кыргызско-таджикской границе. Как вы думаете, почему в месяц Рамазан, когда все совершают намаз и просят у Всевышнего спокойствия, произошла вот такая трагедия? Ну, я как гражданин и как врач могу, мы видим, это кому-то нужен, вот такая провокация, понимаете? Уже возникают просто такие мысли. Да, кому-то нужен, да, потому что это кому-то нужен, это не нам, это не нам, это абсолютно, нам не нужна война, нам нужен мир, нам нужно спокойствие, нам нужно развитие нашей страны, экономическое развитие, социальное развитие, поэтому я абсолютно уверен, что нашим правителям это не нужно. А что касается вот наших соседей, да, я думаю, у них свои, наверное, есть проблемы, которые, внутренние проблемы, хотят они решить эти проблемы путем вот таким навязыванием войны на соседние страны, на соседних народ. Поэтому я вот вижу, что именно вот эта провокация нужна каким-то другим людям, скорее всего. Поэтому я сейчас полностью поддерживаю вот нашу политику, наше руководство, да, что мы должны идти на переговоры, на решение этих проблем только мирным путем, путем дипломатии. Иначе, если будем воевать, мы просто, я еще раз говорю, мы потеряем очень многих людей. То, что мы сейчас теряли, это чепуха будет. Мы в большом количестве будем терять, тысячами людей будет умереть в этой войне. Для нас это, в общем, большая потеря. Для наших соседей, может быть, это как обычное явление, потому что если они между собой убивали 200 тысяч человек, для них это война, это, понимаете... Ну, тем не менее, мы говорим о том, что нашим народам свойственны миролюбие и взаимоуважение, доказанное многовековой историей. Это опять слова президента, который призывает к мудрости не только свой народ, но и таджикский народ. И говорит о том, что действительно нам война не нужна. Но, как вы думаете, смогут ли две страны вот в этой ситуации решить этот конфликт? Или будет вмешательство все-таки третьей силы какой-то другой страны или другой международной организации? Например, организации договора коллективной безопасности, которая имеет мандат такой, что необходимо сохранять стабильность в регионе, но хотя сейчас пока мы никаких-то конкретных шагов, каких-то действий мы не видим. Я абсолютно не политик, но я это вижу, что надо сейчас применять, использовать все возможные, можно сказать, варианты. мы входим, и в Таджикистан тоже, правильно вы сказали, составу ДКБ, в ШОС, в рамках ШОС, да, дальше есть другие, в общем, другие, у нас есть организации, которые тоже, мы можем использовать все варианты, которые приведут именно решение данного вопроса только мирным путем, даже если будут вмешиваться третья сторона, я абсолютно этим согласен, потому что мы не должны воевать, потому что война, опять же, это будет колоссальная смертность, это колоссальное количество инвалидов нашей страны, это нас еще на несколько лет бросит назад, и мы у этого, можно сказать, экономического, социального напряженности, мы очень долго будем выходить, то есть война нам нужна, поэтому вопрос надо решать толком, мирным путем. Но все-таки вот определение границы, это дело политиков, правительства, и народа тоже, может быть, народная дипломатия нужна. Я этим с вами согласен, потому что, еще раз говорю, мы должны сейчас верить нашему руководству страны, что они сейчас ведут переговоры, вот сами видели, буквально недавно... Уже состоялось несколько, да, телефонных разговоров. Да, да, отправляют наших министерств иностранных дел, если надо будет, пусть там на местах решать этот вопрос, только путем переговоров, путем дипломатии. Вот таким образом мы должны остановить войну. Надо остановить войну, потом отвести отвод этих военных техники, военных, а потом уже решать переговорным путем все наши вопросы, которые возникали до этого и сейчас возникают, только мирным путем. Иначе, если будем воевать, это будет очень плохо, и эта война нам не нужна, может, таджикам это нужна, некоторым правителям, может быть, эта война нужна, но нам, таджикам, война не нужна. Я это считаю, я как врач это говорю, потому что мы будем страдать, будем страдать очень больше, чем таджики, я уверен. Не в том плане, что по количеству, нет, просто смерть каждого человека для нас это трагедия, правильно? А для них это, когда люди убивали друг друга, за какие-то годы 200 тысяч человек, они убили друг друга, для них это убить человека, это как животного, да? Поэтому надо вопрос решать только мирным путем. Скажите, пожалуйста, вот сейчас 34 человека, которые находятся в вашей больнице, каково их состояние, есть ли тяжелые? Двое лежат у нас в тяжелом состоянии, средней тяжести, можно сказать, в реанимации, но состояния стабильные, они потихонечку выходят с кризиса, я думаю, они тоже в скорое время мы переведем обычное отделение. Сколько времени понадобится для полного восстановления здоровья? Эти больные, агнестрельные поражения, они долго лечатся. Есть пациенты, которые теперь месяц мы будем лечить, а есть пациенты, которые в ближайшее время мы отпустим домой. Какая помощь была оказана со стороны государства, вот ваше учреждение? Со стороны Минздрава, я имею в виду государство, полностью у нас поддерживают. С первых дней они нам выделяют медикаменты, переведочные материалы. То есть у нас в этом вопросе проблем нет. Как вы решили проблему вот нехватки койко-мест? Мы, когда мы узнали, это еще 28-го, 29-го, мы уже подготовили более 100 ковик. У нас есть еще в запасе несколько десятков ковик. То есть мы готовы принимать еще человек 60-70 для нашего стационара. Ну, не дай бог. Не дай бог. Пусть все решится мирным путем. Потому что, я еще раз говорю, нам нужно, мы должны решать этот вопрос только мирным путем. Большое вам спасибо за свою такую твердую позицию, которая, я думаю, прозвучала очень убедительно. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали с директором Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, академиком, доктором медицинских наук, профессором Сабырбеком Артисбековичем Джумабековым. Оставайтесь на Лату-24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok